Друзья, всем привет! С вами Владимир Шемет. И я сейчас нахожусь в отеле Альбатрос Акваблю 4 звезды. Сейчас мы собираемся на пляж. Моя семья села в трансфер, который везет из отеля на пляж. Ну а я решил пройтись пешком и посмотреть, сколько это занимает времени. Я уже ходил пешком, но из пляжа в отель. А в обратном пути это будет первый раз. Вот сейчас и посмотрим, кто быстрее доберется на пляж. Моя семья на трансфере или я пешком. Так что, друзья, подписывайтесь на канал и погнали! Итак, на часах 10 часов 29 минут. Я уже вышел, но трансфер еще, по-моему, не поехал. Да, там еще садятся туристы в него. Ну, пока я иду, друзья, давайте я вам расскажу некоторые особенности по трансферу на пляж. Смотрите, он какой-то вообще нестабильный. Имеется в виду, вообще есть расписание. То есть, в принципе, в среднем его интервал движения каждые 30 минут. Но вот сейчас на часах 10 часов 30 минут. И за полчаса уже приехало целых два трансфера. То есть, получается, что до обеда, я так понимаю, чаще трансферы ходят. Скорее всего, возможно, потому что туристы, естественно, позавтракали. И собираются на пляж, чтобы поплавать в Красном море. Я не скажу, что оно тут самое красивое. Оно вообще такое, ну, оно нормальное, но не самое красивое на пляже отеля Альбатрос. Ну, если немножко пройтись дальше, я вам показывал уже в других видео, какой риф вы там можете увидеть. Так что риф есть, но к нему нужно пройтись. Так вот, давайте же за трансфер. Соответственно, сейчас они будут выезжать. И, как я вам говорил, трансфер в среднем занимает около 8-10 минут. А пешком мы ходим, вернее, не мы ходим, а я дошел тоже за 10 минут. Ну, это из-за того, что я, собственно говоря, не знал, ну, именно четкой, точной дороги. Сейчас мы уже весь путь знаем. И, естественно, мы четко пойдем по правильному маршруту и увидим, сколько занимает это времени. То есть, я не буду делать какие-то вставки в видео, нарезки. Это будет видео одним кадром. И вы увидите по продолжительности видео, сколько времени занимает дорога пешком из отеля Альбатрос Акваблю на пляж отеля. Но сразу отмечаю такой момент. Смотрите, из Акваблю идти вообще, ну, недалеко получается. А вот если из Аквапарка 5 звезд, то там, конечно, получается метров на 400 дольше идти, потому что нужно пройти полностью всю территорию отеля Альбатрос Акваблю 4 звезды в длину. А это, друзья, больше 400 метров. Так что в вопросе расстояния до пляжа отель Альбатрос Акваблю 4 звезды, если идти пешком, конечно же, выиграет у пятерки. Но, в принципе, конечно, будет отдельное видео, друзья, битва, битва этих отелей четверки и пятерки. Какой же все-таки отель лучше? В чем преимущество 4 звездочного отеля? А в чем преимущество 5 звездочного отеля? Какие плюсы и минусы этих отелей? Естественно, друзья, все вы сможете увидеть в моих видео. Так что не забывайте подписываться на канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео, чтобы не пропустить самую объективную и важную информацию. Ну что, друзья, мы уже очень близко к пляжу. Это сейчас будет отель, закрытый отель. Пик Альбатрос 4 звезды. И, кстати, по-моему, единственный государственный отель, но он закрытый. То есть, это тоже из сети Альбатрос, по-моему. Ладно, тут не буду ничего огородить, потому что именно этой информацией не совсем ладей. Входит он в эту сеть, не входит, но он тоже называется Альбатрос. Альбатрос, и он единственный государственный отель. Он закрытый. Закрытый на реконструкции, по-моему, либо вообще просто закрытый. То есть, он очень давно уже закрытый. Но, тем не менее, иногда встречается продажа этого отеля, продажа номеров в этом отеле. Но, друзья, естественно, туристы, если забронируют этот отель, они в него не попадут. Именно вот этот, который сейчас вы видите на своих экранах. Вот он вход. Это ресепшн. И мы проходим просто через ресепшн для того, чтобы попасть на пляж. Тут есть охрана. Обычно она сидит вот за этим столиком, но на данный момент она сидит немножко дальше на диване. Доброе утро! Как дела? Отлично! Мы прошли холл. И вот уже, друзья, вот сейчас вы увидите обалденные виды, которые открываются с этого места. Друзья, я просто был шокирован, можно сказать, этими видами. Хотя, хотя я был немножко дальше, в других отелях. И тоже видел похожие виды. Но именно с этого места здесь просто потрясающие виды. Вот они уже начинаются. Надеюсь, вам видно. Смотрите, какие вон катера, это следующая бухта, в которой, то есть, вот справа, видите лифт, это бухта в старом городе. Тут турист отдыхает на пляже. А вот следующая бухта, вот за ней, надеюсь, вам это все видно, там находятся прогулочные катера. Вон два огромных, вообще шикарных катера. Вообще круто, ребят. А вот идет какая-то реконструкция этого пляжа. Я уже вам рассказывал в другом своем видео. Я так понимаю, эта почва обаливается. И из-за этого временно есть неудобства. Вот как акашет, а. Немножко помешал туристам с фотосессией. Так, друзья, 10.36. Это очень таким небыстрым моим шагом я дошел до пляжа. То есть 6 минут. Я так понимаю, трансфер еще не доехал. Скорее всего. Так что буду встречать свою семью тут на пляже. Возможно, они как раз, пока я спущусь с этой лестницы, они уже как раз сюда заедут. Лестница, друзья, крутая, высокая. Так что, у кого есть с этим проблемы, конечно же, пешком идти это не вариант. Но те, кто любит погулять, те, кто любит пройтись, те, кто любит активный образ жизни, это никому не составит труда. Некоторые, я смотрю, туристы тоже ходят пешком. По браслету вижу, что это туристы с четверки. Но я думаю, что с пятерки вряд ли кто-то будет идти. Хотя я понимаю, что все равно кто-то найдется, кто захочет прогуляться и пешочком. Все, друзья, мы спустились, вернее, не мы, ну, я думаю, мы, я вместе с вами, вместе с моими зрителями, с лестницы, и мы уже на пляже. Вот, есть уже туристы, которые отдыхают на пляже. Кстати, эта часть пляжа уже закрытая, ну, вернее, не уже закрыта, а еще закрыта. То есть, теоретически, сюда, ну, не рекомендуется заходить туристам, потому что есть там перегородочка, за которую их желательно не заходить. Сейчас мы идем именно там, где есть песчаный заход, для того, чтобы наша Катюшка свободно заходила в море, прямо с берега. Там пологий песчаный заход, удобный, комфортный. Конечно, возле него много людей, туристов. Но, если для вас это не критично, то можете отдыхать где-то в другом месте, в другой части пляжа, чтобы туристов было меньше. Это вот единственное, что может, ну, как вызывать дискомфорт, потому что не везде на пляже Альбатрос хороший заход. То есть, часть есть с хорошим заходом, часть есть с таким, ну, каменистым заходом, неудобным. Но не стоит на это сильно обращать внимание, потому что есть место, где можно свободно, спокойно зайти. То есть, что мы имеем, друзья? Если бы мы пришли и сразу расположились на пляже, там, где меньше туристов, то пешком выходит быстрее, чем на трансфере. В общем, пошел я искать свою семью, потому что я вижу, что автобус уже подъехал. Так что, друзья, если есть вопросы, обязательно пишите в комментариях под этим видео ваши вопросы. Либо делитесь информацией, подписывайтесь на канал. Всем позитива, добра и самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч. Пока-пока.